Ну, ВТАДМИН здесь победил просто по факту, как бы вообще без вопросов. Юлия Латынина поумнее Путина, наверное, будет. Путин шутки любит это, шутить в основном. Путин как дебатер-шутник. Юлия Латынина здесь сильнее. Ну, давайте подумаем. Кто? Пожарский поумнее просто будет Панасенкова. Как бы Пожарский больше готов к различным, знаете, таким интеллектуальным спорам. Панасенков, он ритор. Он риторикой будет давить только если. Он победит только в сборище, где сборище быдло присутствует. Желательно еще подчиненного ему какого-нибудь. То есть, если по-честному, то Пожарский, конечно. Друзья, по-честному, Пожарский победит. Пожарский еще и подготовится хорошо. Соберет информацию. Будет на статьи какие-нибудь опираться. То есть, Пожарский могит же. Могит, могит, умеет. А Панасенков? Панасенков риторикой будет жать, да. Но для меня Панасенков вряд ли бы победит вообще, в принципе. Потому что на меня риторика практически не работает. Я ее как бы стираю у себя в голове сразу. Все риторические элементы мне вообще не нравятся. Ну, блин, ну Панасенков это, не знаю, он хорош, он интересен. Его история, ну, забавная работа. Забавная, забавная. Но тут сравнение такое, знаете, актер потрясающий, гений своего образа против человека, который реально может выступать в настоящих дебатах по разным темам. Я просто не представляю себе Панасенко и Евгения непосредственно в дебатах каких-то, в настоящих, хороших, где он не будет давить риторикой. Но он по Тереку просто тупо орет на других. Жирный, молчи! Молчи, жирный! Жирный, молчи! Ты жирный, потому что! Молчи, как бы! Вот вся, как бы, это, ну, аргументация, дебаты. Если в истории Панасенков, в других темах Пожарский, я так думаю. То есть Пожарский в большем количестве различных, не знаю, тем победит Панасенкова. Вот-вот. В истории Панас задавит, скорее всего. Даже с подготовкой. Если оба подготовятся, Панасенков задавит в истории. Потому что это его специальность. А по широкой специальности Пожарский сильнее. Change my mind, как бы. Хотя я мало Пожарского смотрю. КТТПС двоеточие. Спасибо, Тантал. Я не знаю, что выбрать. Добрый день. О, приворот, отлично. Будем знать. А что с этим делать, друзья? Как решить, кто победит? С одной стороны, у нас тупой нацик. Вообще тупой нацик. Отбитый на голову нацист. Вообще без каких-либо ограничений. Сваливший в Польшу, если не ошибаюсь. С другой стороны, у нас отбитый на голову коммунист. Который, в принципе... Они равны. Они равны. Но Рудой лучше историю знает. Этот вообще Гитлера защищает. Мы не поддерживаем защиту Гитлера. Я честно, я в шоке. Я не знаю, кого выбрать. Ну, блин, ладно. У Рудова образование хоть какое-то есть. Знаете, Рудой типа учитель по истории. Если будет спор между нацистами и... Ну вот, Позняков тупой нацик. Если будет спор между нацистами и коммунистами, Рудой, скорее всего, вот этого именно нациста победит. Вот именно вот этого нациста он победит. Хотя, с другой стороны, он проиграл даже Погрому. Как бы... Как бы, блин. Как бы он проиграл Погрому. Хотя Погром не намного умнее Познякова, честно скажем. Хотя нет, Погром поумнее Познякова, но не то, чтобы прям сильно. Погром, но не тянет на интеллектуального стримера, да, так скажем. То есть, есть крутые умные националисты, но Позняков это дно. С другой стороны, Андрей Рудой может сам себя закопать во время стрима, сказать там, не знаю, что-то в духе. Всю мою семью расстреляли, изнасиловали, а потом сожрали моих братьев и сестер. Лично Сталин это сделал, но я коммунист. Вот так он может сказать, и ты потом сидишь такой, что произошло, как бы, что случилось, зачем, зачем ты это сделал. Нет, давайте Рудой дальше пройдет. Позняков плевать, это вообще как бы не считается. Бена Шапира не слушал, Трамп. Плевать на Бена Шапира. Хотя он, наверное, хорош. Не знаю обоих. Не знаю, кто это. Не знаю, кто это такие. О, в ВК группе Маргинала выложили мой кринж. Ура, продолжаем прокачиваться, друзья, это замечательно. Обоих не знаю, рандом. Ну, про Шапира я, Шапира я не знаю. Вот этого чувака я не знаю. И этого тоже, я обоих не знаю. Хотя эту фамилию я слышал, просто по этому критерию я беру его. Очевидный выбор Ежи Сармат. Ежи Сармат, понимаете, что он умеет? Он умеет говорить вроде бы эмоциональные вещи. Не эмоционально. Он вроде бы, он умеет выдавать свои такие, знаете, довольно-таки странные мнения за такие вещи, которые, ну, самые очевидные. Это великое умение Ежи Сармата. Я считаю, что это умный человек, и при этом его риторика построена, ну, идеальным образом. Если бы он стал еще более популярен, ну, это был бы просто политический монстр на самом деле. Ежи Сармат просто титан. Вот именно вот в такой вот риторике. Если бы его не слушало, ну, то есть, если бы его слушало огромное количество людей, ну, конечно, сторонников у него было бы, наверное, побольше. Маршинкулова, у нее слишком много эмоций. Она прям сливается часто на эмоциях. У феминисток вообще часто много эмоций. У нее очень много эмоциональных аргументов, и она менее интеллектуальна, чем Ежи Сармат. Здесь Ежи Сармат побеждает, конечно же. Без вопросов. Этого чувака не знаю, Усанов. Не, Карлик реально титан, друзья. Блин, Галковского я почти не слушал, поэтому Светов. Скорее всего, Галковский бы победил, но вот так вот. Малбога я тоже почти не слушал, знаете ли, в чем проблема. Карлик Титан. Хватит усмехаться, надо. Ежи Сармат. Ежи Сармат хороший человек. Мы уважаем Ежи Сармата, друзья. Я обоих не слушал, молдбог просто круче. Старший, потому что старше. Ну, для меня побеждает тот, кто умнее, и это не кого-то. Это, конечно, не кого-то. Ладно, шучу, убер-маргинал, безусловно. Вообще никаких вопросов. Блин, это, знаете, это похоже на до и после. До и после похудения. Вот это я понимаю мощь. Блин. До и после. А кто победит? Кто в спорах победит? Навальный, честно говоря, ну он давит на риторику очень часто. Хотя готовит материал, в принципе, он рудово смог снести. То есть он может прилично заготовить материал. Но с другой стороны, просверлен тролль. Он как бы даже в споре с Рудым троллил. Постоянно троллил, высмеивал. Если бы он воздержался от этого, его позиция выглядела бы куда сильнее, например. С другой стороны, Алексей Навальный. Чья вся карьера, да, построена непосредственно на том, что он снимает видосики определенные. Говорит, какая плохая коррупция. Да, просверлен лучше. Просверлен круче, друзья. Эту тетку я не знаю просто. Обоих не знаю. Жукова слышал. Юнимана тоже вроде слышал. Но без разницы. Ну, блин. Каргин больше еврейки Софии Трилковской. Каргин это отец всех евреев. Отец евреев на ютубе. Александр Каргин, ну, он как минимум более, знаете, как бы выглядит... Каргин выглядит более основательно. То есть, аргументы Каргина будут слушаться более существенно, чем аргументы Софии Трилковской. Просто потому, что, не знаю, она вроде бы такая маленькая девочка, которая любит много кого троллить. Она интересная, конечно, она не глупая. Но Александр Каргин более основательный и хорошо готовится нередко. Я, кстати, не видел, как Навальный в дебатах выступает. Молдбога я плохо знаю. Я практически ничего с ним не слушал. Трамп пойдет с нами дальше. Что с ним делать? До и после перемены Пола получается. Как бы я листаю. И омоложение. Как вам такое? Ну, Латынина умнее Светова просто, друзья. Латынина умнее Светова, все. Поэтому Латынина побеждает. Хотя, последняя ее книжка дерьмо полное. С Иисусом там что-то вроде у нее. Или это не она написала, не знаю. Ну, Латынина, пусть пойдет с нами. У Латынины видосы приемлемые. Светов так только одной риторикой и пользуется обычно. Ну что, давайте вспомним, что делает Светов. Государство! Оно плохое! Оно там угнетает вас! Все очень плохо! Все очень плохо! Я, кстати, не видел, как Навальный с Познером и Чубайсом дебатировал. Поэтому, ну, простите. Поэтому нам пришлось слить Навального. Ну, Латынина умнее. Латынина сильнее. Что тут скажем? Просто потому, что второго не знаю. Ты съел леваков? How dare you? А? Да, это про христианство книжка, но вроде бы очень плохая. Ребята, кто сильнее? Егор Просвирнин или Грета Тумберг? Михаил Светов, чувством плевать на ваши факты. Это да. Это действительно так. Так что, Егор Просвирнин или Грета Тумберг, друзья? Кто сильнее? Кто умнее? Кто... Кого переспорит? Я серьезно, я не уверен. Я не знаю. Мне трудно выбрать. Просто риторика Просвирнина на меня практически никогда не работала. Так же, как и риторика Греты Тумберг. Грета скажет, что у нее прадед экологами был расстрелян. Ладно. Давайте Просвирнин. Но все-таки постарше. Все-таки ребенок. Чего уж там. Хорошо, правильно. Я не знаю Егора Жукова. Простите, но Рудой дальше проходит. Вот здесь серьезно, друзья. Кто сильнее? Михаил Пожарский или Вата Админ? Придумаем. Давайте придумаем, кто сильнее. Притом они оба политику и экономику разбирают, как бы. Ну, Вата Админа я больше слушал. Я согласен. Вата Админ мне в этом смысле интереснее и выглядит более убедительно. Он чаще приводит различные цифры, статистику. Михаил Пожарский, наоборот, он рассуждает, но рассуждает при этом убедительно. Приводит различные примеры. То есть, примеры против статистики, получается. В статистику я, конечно, не верю и могу в ней сомневаться, но Вата Админ звучит при этом все равно очень убедительно. Вата Админ силен. Я считаю, что да, Вата Админ силен. Да. Вата Админ очень силен. Вата Админ машина. Люди любят Вата Админы. Вата Админ машина. Причем они в одном поле как бы дебатируют друг с другом. И Вата Админ, да, скорее будет сильнее. На мой взгляд, тоже. Вата Админа я тем более больше смотрел. Вата Админы здесь мои, в общем-то... Да, тем более у Вата Админа больше опыта публичных дебатов, допустим. Не знаю, Сим Сип, Каргин проходит вперед. Сионисты побеждают. Ну, у Усанова точно такая же риторика, как у Светова. Поэтому Ежесармат тут, безусловно, давит интеллектом, своими штанами. Он просто снимает штаны, кладет их на голову Усанова, и Усанов умирает от этого. Не, Ежесармат действительно силен. А Панасников уже слит. Ну, он как бы не дебатер. Вы че? Вы че, ребят? Хотя, с другой стороны, понимаете, у Усанова много опыта публичных дебатов. Он постоянно с кем-то дебатирует, с кем-то срется. Ну, то есть, у него есть научный авторитет. Но Сармат? Сармат сильнее. Сармат, конечно, сильнее. Сармат хитрее, Сармат сильнее. Сармат Титан тоже. Сармат монстр местный тоже. Маленький монстр. А, вот здесь батл. Здесь соревнования, 1-4. Юлия Латынина против Убермаргинала. Я думаю, здесь будет зависеть от того, на какую тему они будут спорить. Если дебаты предвыборные, если дебаты реально предвыборные, Убермаргинал просто не будет в них участвовать. Он не политик. Он не претендует на какую-то политическую, в общем-то, славу. Тем более, Убермаргинала очень легко задавить в любых дебатах, связанных с политикой. Он куколт. Он чмо. Он смешно смеется. Он унижает, не знаю, этих, как там их зовут. Как их, чуваков этих зовут? Забыл, я забыл, я забыл. Как их зовут-то? Лизгинов унижают. То есть, Убермаргинала просто можно задавить тем, какой он аморальный куколт. Уже в целом. Просто, в принципе, у него образ такой, что он не может пойти в политику. Он никогда не пройдет в политику. Он никогда не пройдет предвыборные дебаты. Просто потому, что это Убермаргинал. Просто потому, что у него определенный стиль. Просто потому, что у него образ совершенно другой. У него не политический образ. Он не для той публики вообще вещает. Не для той публики, которая голосует, наверное, даже. Предвыборные дебаты. Написано же, предвыборные дебаты наверху. Предвыборные дебаты, друзья. Не дебатеры. Кто победит в предвыборных дебатах, я полагаю. Кто победит в предвыборных дебатах? Убермаргинал или Юрия Балатынина? Кто? Кто победит? Латынина. Латынина. Маргинал, может быть, в теме про логику он задавит латынину, может быть, в теме про философию задавит латынину. Нет, вряд ли на философа это предвыборные дебаты политика. Ну тогда Трамп, Трамп действительно имеет преимущества большие, я согласен. Ну, маргинал здесь проигрывает, конечно. Ну, то есть, политика, история, социология, здесь маргинал во всем проигрывает. А в теме про аборты. Я беру медицинское определение, поэтому аборты делать нельзя, как бы. Ну, такое, знаете. А при этом медики делают аборты. Латынина, 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 друзья. Нет, друзья, к сожалению, сармат в одной восьмой бы не слился бы. Маргинал посильнее, даже политически. Я согласен, что Анатолий, убер-маргинал, в философии и лингвистике выиграет на 10 голов Юлию Латынину. На 10 голов просто превзойдет ее. Но предвыборные дебаты вряд ли будут о философии и лингвистике. Не знаю, куда они выбираться собираются. Латынина здесь лучше. Ну, то есть, именно в контексте данного выбора. У Анатолия узкая специальность. Поэтому, к сожалению. Понимаете, даже если бы сейчас был я здесь, и здесь Юлия Латынина, я бы выбрал Юлию Латынину. К сожалению. Я бы ее не прошел. Тем более бы Анатолий ее не прошел. Я бы ее не прошел уже после своего кринж-тролля. В общем-то, я кринж после песни. Я все, я уже не прохожу ни в одних предвыборных дебатах, как бы, после этого. А Убер Маргинал, ну, у него вообще история довольно длительная с его фейлами. Поэтому, ну, друзья. Такое. Юлия Латынина проходит дальше. Предвыборные дебаты. Не знаю, куда. Ну, блядь, все понятно, пока. Рудой, ты проигрываешь. Без вопросов Ежа Сармат разносит Егора Просвирнина. Вот вообще даже, не знаю. Никаких сомнений. Эй, Вася. Вася, Вась. Вась, слушай. Вась, может, ты уступишь место Каргину, а? Пожалуйста. Вася, Вась. Вася. Вася. Так кто победит, друзья? Каргин или Ватаадмин? Ватаадмин, наверное. Все согласны, что победит Ватаадмин. Если честно, будут идти дебаты. Как вы думаете? Я думаю, да. Я думаю, Ватаадмин здесь затащат. Вася, Вася, Вася победит. Ну, Каргин здесь сливает, конечно. Если будут серьезные дебаты, ну, такое. Ну, прости, Латынина, здесь Дональд Трамп. Одна-вторая, друзья. Ну, Джон Дойя, тут вопрос в том, тащит ли он для меня в дебатах или нет. Маргинал бы в дебатах о политике для меня бы не затащил. Я бы не выбрал его президентом России, например. Ну, по политике и экономике победит Вата. Но предвыборные дебаты, понимаете? Тут будет зависеть от того, кто, в общем-то, сильнее. Ежи силен. Ежи силен в областях в истории, в философии. В истории он не то, чтобы сильно проиграет Ватаадмину, наверное, понимаете? То есть, если мы будем рассматривать их спор, их дебаты. А Ежи бы ты выбрал в кандидата? Ну, Ежи прикольный. Хотя в другой стране. В риторике Ежи лучше, я согласен, чем Ватаадмин. Ватаадмин довольно сухой, сырой и непонятный такой парень. Сухой, сырой, я смешно сказал. То есть, он именно и сухой, и сырой. Ватаадмин, фактология, Ежи уроют без вопросов. Только фактология никому нахер не нужна, получается, даже. Ежи умеет подавать свои фантазии таким образом, как будто бы это факты. И никто не докажет, что это не факты. Ватаадмин на несколько голов выше в некоторых областях. Ватаадмин, православный националист, у него электорат больше. Все, друзья, вы меня только что переубедили, я голосую за Ежи. Вы серьезно? Если он православный националист, серьезно, то все. Ну, Ватаадмин проигрывает. Он, во-первых, православный, во-вторых, националист. Все, конец. Это как выбирать, отрубить себе левую или правую руку. Умнетатель, а какой вы дрочите? Рукой, которую вы называете Ежи Сармат или Ватаадмин? У меня вопрос. Ну что, что, как? Ладно, шучу, все. Давайте, не знаю, вообще без разницы, потому что кто-то из них сольет Трампу. Ну, просто Ежи риторически значительно круче Ватаадмин. Просто вот я представляю их батл. И, скорее всего, вот просто вот этот вот человек сожрет вот этого вот чувака. Просто сожрет его. Он просто не даст ему говорить, если там что-то будет. Он задаст все возможные вопросы, которые только можно задать. А Ватаадмин, ну, будет, ну, 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 может быть, это, ну, может быть, ты в ухо себе поорешь, как бы, а? В ухо, может, поорешь, ну, как бы, как бы, да? Как бы, да. Поори себе в ухо, пожалуйста. Ну, мне не нравится национализм. Ну, Вата пишет, вроде либерала классического, не люблю либералов, а Ежи меритократов люблю. Это маргинальное политическое движение, которое никогда не придет к успеху. Ну, значит, Ежи Сармат мне больше нравится. Почему все считают, что Трамп крутой дебатер? Только на основе того, что с Хилари он просто смешно обзывал ее, по сути, согласен. Ну, просто там был выбор между Рудым и Трампом, друзья. А Трампа считают крутым дебатером, потому что Убер-маргинал за него проголосовал, потому что он победил Убер-маргинал в голосовалке. Поэтому многие считают его крутым дебатером из наших, видимо, людей. Ну, честно, очень тяжелый выбор. Тут, как бы, у одного есть сильные стороны, у другого есть сильные стороны. Притом, Ежи Сармат не то, чтобы сильно проигрывает в политике, в Ата-админу. То есть, есть общие зоны. В экономике Ежи Сармат продувает, насколько я понимаю. В истории не сильно продувает. Но при этом Ежи Сармат более настойчивый, более мощный. Это борец, это рестлер. Это настоящий рестлер в мире, в общем-то, споров. Ну, вот админ в политике сильнее намного. Может быть, именно с той точки зрения, что он в политике разбирается, как в науке. Но Ежи Сармат тоже кое-что знает про политику. При этом, если у них будут предвыборные дебаты, предвыборные дебаты. Ну, что про Ежи нарыл? Что Рудой прорыл на Ежи? Нарыл на Ежи. То, что Ежи Сармат обмазал говном какого-то там идола, ну, это плевать всем. Ну, Ежи не только риторика, у Ежи и философия, и этика, и, не знаю, и он не ноль фактологии. Они по многим вопросам будут тупо соглашаться. Вы должны понимать, что они оба будут соглашаться по большей части вопросов. То есть, Ежи, скорее всего, подготовится. И вот админ будет озвучивать факты. И Ежи будет трактовать эти факты. А Ежи умеет трактовать эти факты таким образом, чтобы противник проиграл. А в каких спорах Ежи участвовал-то? Кстати, вот хороший вопрос. Хотя он часто беседовал. Он часто беседовал с коммунистами. Нет, он ходил на встречи с различными... Нет, было, 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 было. Честно, друзья, это трудный выбор, потому что оба уважаемые люди. Ежи действительно много с кем беседовал, во многом с коммунистами. Он даже не боялся приходить в логово к коммунистам, общаться с ними. А вот админ побеждал в относительно крупных дебатах. А Ежи. Вы понимаете, в чем проблема? У вата админа противники были чаще всего идиотами. Чтобы вы просто понимали, Руду... Нет, не Рудой, Семин, который вместо того, чтобы что-то доказывать, начал с рэпа. Он зачитал рэп против вата админ. Рэп. Он зачитал рэп просто. Это первый раунд, как бы, был вот в этих самых крупных дебатах. Да, с Кагарлийским. Кагарлийский не самый тупой коммунист, он вообще-то очень хорош. Ну, то есть, ребята, и вторые дебаты, это с этим, как этого чувака звали? Ежи был на Спасе. Его не просто звали, он был на Спасе. Да, он был на Спасе. У него есть видео со Спаса. Второй чувак, это Усманов, да, этот чувак. Усманов. Усманов? Усманов? Усманов просто ходил и говорил, государство нас убивает. Мы все умрем, если не уничтожим государство. Давайте уничтожим государство. Я хочу уничтожить государство. Ну, как бы... И при этом, ну, я бы не сказал, что Усманов чисто сильно проиграл вата админу. Вата админ очень плохо подготовился к тем дебатам. Очень плохо. Прям очень плохо подготовился к тем дебатам. Я бы даже сказал, что они почти наравне выступили. Блин, Ежи был нацболом. Я не могу. Я не хочу выбирать между двумя страдами или две. Стремился к большему. Ну, мне лично Ежи просто больше импонирует, как контент-мейкер. Как контент-мейкер Ежи для меня больше, чем вата админ. Вот. Кто бы победил в дебатах? Вообще странный вопрос. Я вообще не понимаю, почему здесь вместе Трамп? Почему здесь вместе, не знаю, Малбак? Почему здесь вместе вообще другие Латынина? И почему здесь стримеры какие-то? Ежи Сарматова-то админ, Софья Трилковская. Не знаю. Вообще кто попал? Что это вообще за предвыборные дебаты? Куда отбираются? В конфу, что ли, может быть? Причем тут с кем он был? Про силу аргументации и риторику речь. Это как раз важно, с кем он был по отношению риторики и даже силы аргументации. То есть, если против тебя сразу слабый соперник, ну ты побеждаешь, ты смотришься выгодно. Вот именно, здесь ни при чем. Лучший дебатер и контент-мейкер. Если бы я выбирал контент-мейкер, это был бы Ежи Сармат. А так? А так я сомневаюсь. Так я сомневаюсь. А так я серьезно сомневаюсь, потому что, ну вот такое вот. Вот, допустим, они бы батлились, они бы соревновались, они бы обсуждали друг с другом что-то. А что бы они обсуждали, да, политику? Ну ладно, давайте вата-админ. Вата-админ идет дальше. Нахуй Трампа. Как бы. Как бы нахуй Трампа просто и все.